30 лет назад, а конкретно 26 декабря 1991 года, Советский Союз распался на 15 независимых республик. Давайте представим, что было бы, если бы СССР не развалился. Площадь СССР составляла 22,5 миллиона квадратных километров, что являлось одной шестой частью суши и делала СССР самой большой страной на тот момент. В 1990 году экономика СССР занимала 12% от мировой и была на втором месте, уступая лишь США. Страна могла пойти по пути Китая, сделать больше свобод, ослабить железный занавес, разрешить предпринимательство. Вследствие этого в СССР могли бы появиться техногиганты, такие как Xiaomi, Huawei и другие. Сейчас люди из России, Белоруссии, Украины и других подсоветских республик, которые пытаются что-то создавать, уезжают на Запад, так как там больше возможностей. Например, технология в приложении Masquerade, созданная белорусами, а впоследствии продана Фейсбуку и теперь используется во всех популярных месседжерах. В нашем СССР они бы остались в стране. В 2021 году первой экономикой мира являются Соединенные Штаты Америки. На втором месте Китай. Обновленный СССР, ослабивший диктатуру и вставший на рельсы рыночной экономики, смог бы потеснить Китай и встать на второе место. Если бы СССР сохранил уровень рождаемости, то в 2021 году население СССР составило бы около 350-380 миллионов человек. Сейчас же население постсоветского пространства составляет чуть менее 300 миллионов человек. На территории СССР находилось бы огромное количество природных ресурсов. 20% от мировых запасов пресной воды, 10% от мировых запасов нефти и 30% газа, а также большое количество других ресурсов. При Горбачёве СССР бы сильно сократил количество ядерного оружия и стал бы улучшать отношения с западными странами. Благодаря ослаблению железного занавеса в СССР был бы сильный поток кадров. Люди бы ехали воплощать свои мечты не из Союза на Запад, а наоборот. Средняя заработная плата в Союзе составляла около 150 рублей. Сейчас же она бы увеличилась втрое и составляла 450 рублей. В СССР все бы имели работу и стабильную зарплату. СССР мог бы стать одной из лучших стран по уровню жизни. Конечно, не обошлось бы из минусов, в основном связанных со свободой. Хоть Советский Союз бы и увеличил права человека, но некоторые вещи все равно были бы под запретом. Например, критика партии. Также вы бы не могли смотреть видео на YouTube, сидеть в Instagram, Twitch и других западных соцсетях. У нас бы, как и в Китае, придумали свои аналоги. Советский Союз мог бы стать неплохой страной для жизни. Но в нашей же реальности времена СССР многим запомнились как времена оккупаций и репрессий. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Монтажера, а также на мой канал. Пишите в комментариях ваше мнение о том, каким бы мог стать СССР, если бы не развалился.